Дорожные знаки установили для галочки. Так считают жители Новой Дерябихи и близлежащих районов. Они бьют тревогу. Проспект 70-летия Победы. Просто страшно переходить. Здесь нет необходимых дорожных знаков, впрочем, как и пешеходного перехода. С просьбой установить технические средства, а именно знаки «Дети», жители обратились в мэрию. 21 сентября мы получили ответ письменный о том, что знаки установлены. Мы пошли посмотреть и были удивлены тем, что знаки установлены только на одной стороне, на стороне школы. И они видны только водителям, которые едут со стороны Рождественского микрорайона на выезд. А водителям, которые въезжают со стороны Кохомского шоссе, ни одного знака не установлено. Скорость, соответственно, автолюбители не снижают. В Новой Дерябихе проживает более 70 детей. Большинство из них учатся в 44-й гимназии. Остальных водят в детский сад поблизости. Дойти до образовательных учреждений, минуя проспект, невозможно. Поэтому каждый такой поход для всех местных жителей, от мала до велика, превращается в опасное приключение. У нас очень много мам с колясками. То есть это очень неудобно. Здесь вообще ни одного пешеходного перехода на протяжении всего участка дороги нет. Это было бы очень удобно, если бы власти пошли на встречу, мы бы были очень рады. Но на встречу никто не пошел. Вердикт один. Установка выполнена. В госавтоинспекции поясняют, на самом деле знаков дети должно быть 4 с двух сторон. Их устанавливают за 100 и 50 метров до образовательного учреждения. Помимо этого, есть и другие условия. Это с введением ограничения скоростного режима транспорта, методом установки дорожных знаков, ограничением максимальной скорости до 40 км в час, обустройство искусственных неровностей на покрытии проезжей части, которые обозначаются дорожными знаками искусственной неровности и горизонтальной дорожной разметкой 1.25. Соответственно, в целях безопасного пересечения проезжей части пешеходами в необходимых местах обустраиваются пешеходными переходами. Установка дорожных знаков и пешеходных переходов находится в ведении управления благоустройства. Там с ситуацией пообещали разобраться в ближайшее время. Те работы, которые были произведены по установке знаков, это тоже несколько недель назад. Сейчас инспектор от управления благоустройства съездит, проверит объем выполненных работ. И, соответственно, все выявленные недостатки устраним в ближайшее время. То есть также подадим дополнительную заявку задания и поставим дополнительные знаки. Если вопрос с установкой знаков решить можно быстро, то проблема с обустройством пешеходных переходов грозит вылиться в долгую переписку с администрацией. Тут все будет зависеть от транспортного потока. Мария Попова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.